Здравствуйте, дорогие соотечественники! Тема нашей сегодняшней программы «Позиция» будет следующая. Вот наблюдая за тем, что происходит в мире, за всеми этими скачками, нестабильностью, напряженностью и так далее, просматривается одна очень глубинная и мало кем замечаемая тенденция. Вот недавно отмечалось день рождения Адама Смита, великого Адама Смита, о котором даже Александр Сергеевич Пушкин писал в «Евгении Онегине». Там есть знаменитая фраза, что читал Адама Смита, и Онегин от него понимал, от чего государство богатеет, когда простой продукт имеет, так продолжает Пушкин. Так вот, согласно учению Адама Смита, и на этом, как говорится, все держится, есть некая невидимая рука рынка. И эта невидимая рука рынка все разрулит, все будет нормально, все будет хорошо, все будут жить счастливо. Одни будут производить одно, то, что у них лучше получается, другие будут производить другое, то, что у них будет обмен, все будут счастливы. А вот жизнь показала, что, увы, это совсем не так. Более того, это вообще не так. Мы видим, что для того, чтобы завоевать рынки, идет жестокая борьба, начиная от всяких санкций, угроз, скрытых-открытых, пиар-компаний, и кончая применением грубой военной силы, не говоря уже о том, что вам могут заморозить ваши вклады в банках, и бог знает что. То есть, в мире неспокойно, в мире напряженно. Кто от этого страдает? Страдает от этого обычный гражданин. Что мы с вами видим? Число оплачиваемых хорошо или хотя бы сносно рабочих мест, мы замечаем, во всех странах падает неуклонно. Тут вам и цифровизация, и роботизация, но самое главное, потеря всего. И вот недавно появились три статьи одновременно, и нигде-нибудь. Допустим, Financial Times. Financial Times, это пишется Financial Times, читается Financial Times. То есть, это один из самых, скажем так, авторитетнейших печатных органов, которые занимаются вопросами мировых финансов, экономики и так далее. Далее, агентство Ретер, тоже публикуют похожую статью, еще ряд агентств. О чем идет речь? Эти ребята вдруг, наконец, протерли глаза и стали понимать то, о чем им говорилось еще с добрых десяток лет тому назад. Они вдруг все заговорили о так называемой голландской болезни. Что такое голландская болезнь? Дело в том, что несколько десятков лет тому назад, где-то в Голландии, непонятно с какого перепугу, но все-таки нашли как бы газ. Ну и голландцы обрадовались, что этим газом можно торговать, и взяли, загубили тьму фабрик, тьму производства и так далее, и так далее. Потом этот газ как-то необычно быстро закончился, и вдруг голландцы поняли, что у них своего ничего не осталось. И вот тут я подумал, когда-то Молдова была цветущим садом Советского Союза, с руками у нас отрывались и плодовочные консервы, и вина, я хорошо помню, я тогда был уже, так сказать, взрослым парнем, соображал. Значит, это все было на расхват, отрывались руками. Все люди были заняты, фабрики работали, колхозы, совхозы, все производило продукцию, не только сельского хозяйства. У нас было 15-18 предприятий электроники, сложнейших систем, структур. У нас больше, чем в Валеной Прибалтике, было инженеров-электронщиков на душу населения. И вот, что происходит в мире, что случается у нас, мы видим, что Молдова никакая не отсталая. Все эти процессы, которые сейчас потрасли, наконец, Financial Times и так далее, а Financial Times говорит о том, что сейчас голландская болезнь поразила цитадель финансового мира, и не только финансового, Соединенные Штаты Америки. Вот они и приплыли к тому, к чему Молдова пришла намного раньше. И исповедуя идеала Адама Смита, о том, что невидимая рука рынка, все выправили. Чтобы понять, что происходило, мы пригласили гостя, очень бывалого, очень мудрого, очень грамотного и во всех отношениях интересного человека, Бориса Шаповалова. Вот, пожалуйста. Добрый день. Тема задана. Да, тема задана. Ну, Виктор Иванович, у вас всегда все такое философское, да? А как же? Вот. Ну, потому что это наша жизнь. Ты знаешь, что интересно? Я понял одно. Один мудрец, Сократ, философ на все времена, он как-то сказал следующее. Добрый день. Идиот, греческое слово. Не знаешь, что там? Это кто-то не хотел на вывод. Кто считал, а мне там делать? Ну, у нас тоже 50% не участвовало. Именно Сократ сказал, когда ты вот так вляпаешься, вот тогда обращайся к философии. Потому что философия – это любовь к мудрости наших дедов, бабушек, наших предков. Это не эта вот бла-бла-бла философская болтовня. Это наука о жизни. Прошу, Боря. Ну, возвращаемся к нашим пенатам. К вашему вопросу. Нет, это наш вопрос. Ну, да, наш вопрос. Что реально происходит у нас? Ну, реально происходит борьба между великими державами. А почему мы прошли эту стадию не только сейчас в Леополис? И нас практически убирают с рынка. Потому что Львовская Советская Республика действительно была цветущим садом. Она была процветающая республика. У нас было приблизительно тысяча колхозов, совхозов и агропромышленных объединений. И предприятий электронной промышленности. Сейчас мы дойдем до промышленности, которые держали, это самое главное, всю социальную сферу насилия. Школа, детский садик, больница, клуб, дом культуры. Все было завязано на тот колхоз или совхоз. И вот программа ПМН, американская программа, которая пришла на нашу землю. Да, ну, Мормент ее называют наши крестьяне, которая пришла с подачи американцев на нашу землю. Что сделала? Она уничтожила коллективное землепользование. А это что? Это рабочие места. И сегодня в результате этого миллион наших сограждан находится за границей, потому что они не могут здесь найти работу и прокормить себя. Это беда, это проблема. И рынки убили. Смотри, что по промышленности произошло. В промышленности у нас приблизительно тоже около тысячи предприятий было. Промышленных предприятий. Из них 35 или 36 это союзного подчинения. В том числе вот те 18 радиоэлектроники. Ну, компьютерный завод у нас строили. Кстати, он должен был быть в самой крупной Европе. И тогда это было востребовано? Да. Как никогда. И по новым моделям. Самая передовая была. Ну, вот не повезло. Не достроили. Хотя то, что у нас было, все позакрывали. И опять-таки куча рабочих мест. Вот у меня есть ряд друзей. Ну, вот извини. Один кандидат технических наук стоит на толчке. Продает обувь и вот щеточки для обуви. Кандидат педагогических наук продает костюмы. Почему? Потому что они сегодня никому не нужны. Они не востребованы. И представь, сколько у нас вот этих инженеров было, да? Специалистов. Ведь эту базу у нас создавали целенаправленно. Присылали со всего Советского Союза специалистов. Потом свою подготовку. Ну, ты же работал в техническом университете. Смотри. Да. Мы же говорили, самое большое богатство страны – люди. А мы их разбазарили. Вот когда-то, еще лет 10 тому назад, я знаю, что во всех справочниках все экономисты выступали и говорили, главное конкурентное преимущество Республики Молдова – это люди. А сегодня мы его потеряли. Сегодня спроси любого человека, руководителя крупного предприятия, любого серьезного бизнесмена, найти себе какого-нибудь слесаря, токаря, фрезеровщика. Я не говорю уже о инженере с мозгами. Борис, я прошу тебя, повернись к камеру и повтори то, что ты сказал, что главное богатство. Да, главное богатство. Да, нет, четко, ясно скажу, потому что люди обычно так не обращают. Главное богатство – это, конечно, не нефть, не газ и даже не земля. Это главное богатство люди. Почему? Потому что рабочие руки, которые соединяют все эти средства производства, все ресурсы являются главными. Люди. И вот это мы на сегодняшний день потеряли. А сегодня происходит еще более страшная вещь. То, что уехали наши специалисты, которых мы готовили в советское время, дипломированные, хорошие специалисты, которые сегодня производят добавочный продукт в европейских странах, в Российской Федерации, но не у нас здесь. Сегодня происходит гораздо большая трагедия. У нас сегодня все молодое поколение, вот выпускники в вузов. Проводили социсследования в госуниверситете, в экономической академии, в техническом университете, в сельхоз. Значит, где-то приблизительно под 90% выпускников не видят своего будущего здесь на родной земле, а намерены, получив диплом, уехать на работу. То есть он изначально заточен на уход? На уход. А если он заточен на уход, вот и рождаемость, которая ниже, чем смертность у нас. Вот у нас где-то приблизительно сколько, 5-6 сел мы теряем ежегодно, наших молдавских, да, потому что население уезжает. Это реальность та, которая есть. Я читал данные, опять-таки, социсследований, наши же социологи из Академии наук, они говорят, что до 2050 года нас, молдаван, ну, я имею в виду молдаван, всех жителей Молдовы здесь, молдаван, русских, там, гагаузов, болгар, останется около полутора миллионов. Это из тех 4,5, когда развалился Советский Союз и которые проживали на территории Республики Молдова. Вот это трагедия. То есть самая активная, перспективная часть населения уезжает. А, извини, остаются пенсионеры и старики, им нужно пенсию, нужно медицинское обслуживание. Помощь нужна социальная. Помощь нужна социальная, все. Откуда брать деньги, все остальное. Вот то, что натворили, вот то, что натворили, вот эти вот за 30 лет. Сторонники Адама Смита, как они его неправильно понимали. Смит был умницей, но Смит был умницей в свое время, когда конкуренция порождала наилучшее. А теперь что получилось? Там сидят некоторые ребята, забили за собой зоны, как вот на базаре, везде один держит мясо, другую рыбу. А так оно и есть. Где невидимая рука Адама Смита? Вот, понимаешь... Она превратилась в руку бандита. Понимаешь, вот я с Адамом Смитом не совсем согласен. Я согласен. Нет. Для его времени... Для его времени может быть. А сейчас... Я с ним не согласен, в каком плане. Что это какой-то стихийный процесс, что рынок самоформируется. Ничего подобного. Рынок как формировали, точно как и при советской плановой экономике, он точно так же... Он точно так же планируется и на Западе. Есть банки, есть международные корпорации, понимаешь? Он первоначально, как и капитализм, формируется как дикий. Но там быстро паханы появляются. Там сразу же появляются те, кто управляет. Финансовый капитал, тот, который концентрируется. Правильно, да. Он делится на несколько каких-то сфер отраслей, которые сегодня управляют. На этом невидимая рука превращается в невидимую руку бандита. Вот, точно. И если раньше, смотри, колонии завоевывали, как? При помощи войны, танки, бомбардировки и так далее. Он, смотри, Африка, Азия, наша европейская... Каравеллы шли, колумбовцы и так далее. Да, конечно же. Открывали новые земли, оттуда везли золото. Рабов. Рабов, да. Я вчера, слушай, увидел одну интересную фотографию, я вообще был в шоке. В Голландии, оказывается, в 1910 году фотография был зоопарк, в котором были негры, рабы в этом зоопарке выставлены. Какой год? 1910-й. Это уже в цивилизованной Европе. И в 1910 году вот в зоопарке... И держали как макака, обезьян там. Да, да. И это правда. И вот когда приходят... То есть это фотографии, документиры... Внуки вот тех сегодня приходят и учат нас демократическим ценностям. Я понимаю, что что-то или с демократией не в порядке, или, наверное, с преподавателем. Кстати, о птичках. А когда вот движение Мартина, Лютера, Кинга... То есть только после этого получили... В 1961 году. Более-менее равные права. В 1961 году, да. А Мартина, Лютера, Кинга вроде как убили. Убили. Вот так. Да, да, да. Ну, понимаешь, все вот эти вот течения... Учителя демократии и свободы. Ну, давай посмотрим все, что происходит на сегодняшний день в мире. Как эту Венесуэлу прессуют. Почему? Потому что... Кстати, а где их золото? Большие... А англичане зажали и говорят вот... Скрипали украли золото. Скрипали украли. Да, да, да. Ну, понимаешь, это же ненормально, когда есть суверенное государство, когда есть официально выбранные народом органы власти. И вдруг английский банк заявляет, а мы типа этого президента не признаем. Мы признаем нового самозванца, а типа старые эти потратили деньги, а мы ему не дадим. А гроши наши. Нет, так подожди, ну там же не президент в английский банк ложил деньги. А государство конкретное, понимаешь, вот она колониальная современная система, которая управляет нашим миром. Как что, деньги забрали? А ты помнишь, когда с Каддафи радовалась мадам Клинтон, что убили этого несчастного старика? Да, да. И у меня вопрос, а где деньги Каддафи? Как? Все было, все на Западе, все в европейских странах и все в Соединенных Штатах Америки, потому что они наложили тогда арест, но так эти деньги и исчезли. А то, что сегодня страна на три части разделена, и там демократия, гражданская война идет. А ведь меняли Каддафи какого-то страшного диктатора, у которого было бесплатное образование, бесплатная медицина. Любой бизнес мог открыть, помогали. Там, по-моему, 25 или 30 тысяч давали семье. Вода была, а там это золото. А вот вода, вода, наверное, тоже, наверное, послужила одной из причин. Почему? Потому что Каддафи создал самое большое водохранилище подземное на севере Африки, а вода в Африке, это золото, это очень ценный ресурс. И, наверное, это тоже кому-то не понравилось. Поэтому, ну, вот как кто-то проявляет какую-то самостоятельность. Вот в Сербии опять очередные события. Опять буза. Видишь, да, опять, да. Опять какая-то очередная революция, да, потому что, ну, сербы не собираются в НАТО вступать. Вот тебе сразу получат подарок. Подожди, я тебе дам другой пример. Макрон. Макрон. О, так дружно. Парень только обвякнул, что нам бы свои силы нет. В европейскую армию. И тут началось. Конечно же. А как же тогда НАТО, военно-политический блок, Который держится на Соединенных Штатах Америки. Чиновников там навалом кормиться надо. А как же тогда военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки, Который работает на это НАТО. И по 2% с бюджета каждого европейского государства Каждый год гарантированно имеет. Который говорит, так конечно же нет. Какая вам европейская армия? Мы вас будем защищать. Вот и мы устроили эти, и заодно пограбили бутики недавно. Ну, я смотрю там каждую субботу узаконенные грабежи. Ну, да, да, да. Такой, знаешь, полумайданчик. Полумайдан. Но, опять-таки, двойная демократия. Вот, ну, ой, я говорю двойная демократия. Двойные стандарты. Да, двойные стандарты. Ты очень хорошо сказал. Демократия с двумя лицами. Да, да, да. Как двуликий ягод. Да. Здесь же смотри, что получается. Ведь они же применяют силу, применяют газ, стреляют резиновыми пулями. У них есть убитые, есть раненые. И никакая мировая общественность во главе с Соединенными Штатами Америки этому не возмущается. А попробуй у нас что-нибудь, не дай бог, произойдет. Или в Российской Федерации. Сразу же. Ультиматум. Санкции. И вы вот это неправомерное применение сил. Во Франции можно. Помнишь, когда у нас был Майдан? Вся Европа вспомнила о Молдове. Крутили эти кадры денно и ношно. Я говорю, вы бы их крутили, ребята, после того, как прошло какое-то время, когда вы подписали, мы под давлением, не мы, а соглашениями, соглашатели ассоциации, а потом бы показали, что делается с нашими яблоками. Как на снегу лежат сутки. Вот тогда чуть никого не волновало. А помнишь, эти десанты, министров иностранных дел, Меркель, Байден со своими снайперами приехал сюда, они там где-то по крышам шныряли и так далее. А, люки заваривали на дороге. История успеха. Все закончилось. Нет, ты слышал сейчас? Вот там в Молдове мать. Магерине, последнее ее выступление. А ну-ка, два слова об этом. А, ну вот смотри, она сделала заявление, у них там было, насколько я понял, заседание министров иностранных дел, да, Европейского Союза, и она от их имени, но они обсуждали разные вопросы, в том числе и послевыборную ситуацию в Молдове. И вот ее, казалось бы, какое дело европейским государствам до суверенных вопросов Республики Молдова. Мы типа вмешиваться вот там в эти, мы не можем повлиять на поствыборные договоренности, коалиции и так далее, но мы будем очень внимательно следить, как будет формироваться правительство. Слышь, девушка, ты зачем следить собралась? Вот в том-то и дело. И с какой стати? Вот возникает вопрос, с какой стати, когда это суверенное дело, а опять-таки той страны, в которой это происходит. И подожди, и что она имела в виду, когда говорил, я буду внимательно за этим следить? Ну, наверное, если оно будет сформировано не так, как им понравится, то вот здесь будут использоваться какое-то давление. Вот тут невидимая рука рынка, так называемая. Бандистская, которая стала бандистской. Да, все видимое, все управляемое, и мы знаем, кто управляет этим рынком, и в Европе, и в других странах. Ты знаешь, одну секунду, я вспоминаю, как где-то, я когда занимался рефлексивными системами, как люди управляют друг другом, все эти вещи, и мне очень понравилась одна картиночка. Значит, на этой картине, значит, какой-то буратино, ну, это самое, как марионетка, что-то там делает. Ну, самое интересное, этим буратиной управляет карабас-барабас, тоже кукла, марионетка. Который управляет тоже кукла. А этим карабасом-барабасом управляет какой-то мужичок, уже живой, в маске. Ага. Вот. И у меня такое впечатление, что это Магерине тоже из вот этих. Да, я согласен. Кем где-то кто-то дирижирует. Я согласен. Это вот та реальная ситуация. Ну, не зря же говорят, что есть теневое мировое правительство. Я, например, в этом абсолютно не сомневаюсь, исходя из той информации, которая есть. Смотри, я не верю в то, что есть прямо штаб, там планируют. Это спонтанно, интересы. Да, конечно же. А ну, как бы, вроде как нету чего-то единого центра. Но смотришь, уж больно согласованные фишки, ходы, это чувствуется. Да. И знаешь, что мне говорят? Я когда увидел, что в США существует теневое правительство, они сами... Конечно, они не скрывают это. Внимание. Они так его и называют, теневое государство. Это они сами признали. Да. И когда смотришь, как там идет борьба между Трампом, между демократами, там и так далее. Ну, это две группировки между собой. Начинаешь понимать, что, ребята, ну, это естественно. Если есть какая-то банда, там тоже есть группировка. Конечно. И тоже война идет за что. Поэтому сказать, что это прямо единые центры, там царь совоопсия, нет, конечно, нет. Но то, что есть группировки влиятельные, финансовые, военно-промышленные в мире, и они фишка... А тут еще китайцы вдруг горят появились. Ну, да. Россия воспряла, индусы, Патчистан. Ну, получается, уже четыре центра. Появились. Реально есть. Да, реальные центры. А Европа среди них как-то не числится. Ну, она числится. Что? Где ее голос? Ну, видишь, на Соединенные Штаты Америки ее растаскивают. Где голос Европы? Тот, кто управляет НАТО, тот управляет Европой. Вон макарон каркнул. Да. Ну, так я и говорю. И макарона тоже. Я же и говорю, кто управляет НАТО, тот управляет Европой. Вот так. А кто управляет НАТО? Кто надо, тот и управляет. Ну, кто надо. Мы знаем конкретно, что... Слышь, кто надо, то и НАТО. Да, кстати, вот по вот этим вот механизмам управления, да, ну, в первую очередь там, конечно, стоит экономический стимул. Деньги. Конечно. Вот. И посмотри, я как-то вот заинтересовался этой темой, когда начал вглубь вникать. Оказывается, самые крупные предприятия химической промышленности, самые крупные предприятия фармацевтической промышленности и крупные международные корпорации пищевой промышленности принадлежат одной определенной группе мировых финансистов. То есть, пожалуйста, мы сначала этого человека травим. Но ты согласен, для жизни человека это самое основное. Пища, все эти химии и прочее. Но заметь, что это находится в одних руках. Вот мы сами производим консорцию, да, это, рафинированную пищу, там, все эти вот вещи. Генномодифицированные. Да, генномодифицированные. Нет, от нас требуют сертификаты, черт что, нам гонят всякую фуфлу. Потом мы разрабатываем эти лекарства, да, типа от этих заболеваний, которые мы сами спровоцировали. А потом мы лечим этих людей. И замечательно. Мы лечим, мы колечим, мы колечим. В карман. Здесь изобретаем лекарства, деньги в один, тут же карман. Здесь лечим, тоже в один карман. Знаешь, как в экономике это называется? Замкнутый цикл. Ну, да. Безотходное производство. Помнишь этого Чарли Чаплина и знаменитый фильм, фильм «Малыши Чарли». Значит, еще не мой. Значит, Чарли работает стекольщик. Значит, у него стекло, там, все, что полагается. И с ним малыш какой-то, бедняга, приблудный. Чарли его сам нищий, но пожалел. И у них схема идет. Значит, идет малыш и камнем разбивает стекло. И исчезает. Сзади, типа, случайно идет Чарли, посвистовая. А хозяйка кричит, иди сюда. Он где, чего? Вот, у меня тут. Ага, идет, чинит. Ну, и, соответственно, на это. Ну, вот так и есть. Так вот, мне, что понравилось. Там в конце фильма приблизительно такое. Малыш очередной бросает камень. И вдруг он чистует, над ним нависает этот толстый полицейский. Он не может его арестовать, пока он не кинет. Он его хочет поймать. И нависает над ним. Малый видит его туфли. И так этот камешек, ай, подбрасывает. Чи-чи-чи, типа, пошел. Да, типа, случайно. Ну, типа, фильм на этом. Так вот, я говорю, по этой схеме что получается? Мы производим генномодифицированную всякую гадость. Всякие нитраты, химиепродукты. Кормим их детей, которые в 5-7 лет уже старческими болезнями. Вот всякие фантыш, манты, гады. А в 30 лет уже онкология. Ну, с помощью наших же лекарств. Ну, бед нужно за сумасшедшие деньги. Мы опять зарабатываем. Поэтому я говорю, чем-то вот с историей, как бы, бедолаги Чарли. Одни разбивают, другие чинят. И на этом процесс... Вот ты знаешь, вот этот пример с Чарли Чаплиным, который, ну, супер, прозвучал. Вот получается, сегодня с нашим экономическим развитием, которого нет, да? Вот, сначала нам говорят, вот подпишите соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Показывали, вот вы будете поставлять рынок и все остальное. Подписали. А теперь нас туда все равно не пускают, потому что рынок давно поделен. Вот. И существуют определенные стандарты. Как только эти развивающиеся страны, типа Молдовы, выполниют большую часть этих стандартов, европейцы меняют эти стандарты. Опять нужна инвестиция, опять нужна власть, вложение. И ты, как бы ты ни хотел, ты на этот рынок массово не зайдешь. Понимаешь? Вот мы с тобой сравнивали это с политикой, когда правила игры меняются во время игры. Ну, это у нас как на выборах, да. Нормально. А, в Гагаузии, я вообще анекдот, что вчера прозвучало. Что? А, ну, вчера Гагаузские, это народное собрание, ну, 18 демократов проголосовали об очередном переносе выборов с 19 мая на 30 июня. Все делается под одну кандидатуру, да. Ну, образно говоря, там звучало Николай Дудогло и так далее. Ну, подождите, вы в сентябре сами установили эти выборы, а они нет. Надо изменить там, что-то по спискам было, разговоры еще что-то. И правила игры меняются во время игры. И правила игры, почему? Потому что они прекрасно видят и понимают, что вот там есть авторитет. Башкан, Ирина Влах, вот она 100% побеждает на башканских выборах. Но опять надо оттянуть. Надо что-то сделать. Есть еще какой-то месяц, какую-то гадость. Еще и начудим. Да, слушай, ну я это воспринимаю как анекдот, но где-то вот в соцсетях я прочитал, что типа кто-то там додумался, говорит, а вот типа женщин высшие должностные лица не должны занимать. Ты представляешь, в гендерной сейчас Европе такое брякнуто. Ну вот, ну вот, ну то есть у людей, ну что-то в голове, наверное, нет. Но лишь бы сохранить вот эту власть, лишь бы сохранить эти деньги, лишь бы сохранить свое влияние, люди готовы идти на все, что угодно. Никаких правил, никаких моральных норм, ничего. Ну посмотри на наш консонный суд, который по заказу одной партии штампует. Ну сколько раз, Борис, ты же грамотный человек. Рафик Нишанов научил нас правильно говорить. Конституционный суд, понимаешь? Ну вот, ну я говорю, консонный суд демократической партии, то есть не республики Волгова, да. Ну вот он штампует решение, президент отстраняет, там еще что-то делает. Ну это вот мы считаемся, типа мы цивилизованная страна. Получается КСДП. Да, ни система права не работает, ни никакой политической внутренней культуры, ни каких-то попыток это взаимодействовать. Тогда Пулбери, Пулбери сказал, как частное лицо, свое мнение о том бардаке, и вот уже помнишь, как сняли, да? Ну он тогда, да. Знаешь за что? Понимаешь, это лицемернейшее свинство, когда сказали, что конституционный суд не имеет право вмешаться в политику, а тут он только этим и занимается. А, только этим и занимается. И ничего, и сидят ребята, еще будут долго сидеть. Ну вот я, ну президент объявил о том, что в четверг собирается первое заседание парламента, вот так что у нас шоу политическое продолжается, завтра будем смотреть яркие выступления. Колесонное строительство. Эти за Европу, эти там еще что-то. Ну, это все было бы очень смешно, если бы это не было бы грустно и не касалось бы нашей жизни. Перекупят, перетянут, мы это уже туризма насмотрелись политического. Ну вот почти месяц уже, да, после выборов, и что получается? Вот мы видим только заявление, сотрудничество там никакого я не вижу, не планируется и не пахнет. И учитывая вот эти все вопросы, которые сегодня звучат, я так понимаю, что вопрос уже давно решен. Почему решен? Ну, если, ну, помнишь, о КУМ несколько раз заявляли, то они с самого начала в оппозиции. Сейчас они в один голос вдруг на этой неделе начали говорить, да нет, мы такого не говорили, да, анекдота доходит, да, вот, типа нас неправильно поняли. А последнее заявление прозвучало, а мы будем участвовать в выборах председателя парламента, то есть мы выдвинем свою кандидатуру и кто за кого проголосует. То есть я понимаю, голосование тайное и половина этих АКУМовцев проголосовывают за ту кандидатуру, которую нужно, и у нас будет и правительство, и то же самое. И все будет как надо. И все будет так, как было. Кому надо, кому надо, чтобы было так, как было. Ну вот, вот, а все вот эти заявления, да, все эти заявления, это просто... И Магерине еще пришла, мы, я буду смотреть. Ну, пальчиком погрузила на всякие случаи. Девушка, иди у себя в Париже там лучше посмотрели, в Риме или еще где. Да, но она в том плане, что вот... Она следить, мониторизировать. Как будет формироваться правительство, наверное... А ей какое дело? Ну, я понимаю, что ей, наверное, какие-то конкретные фамилии в руководстве правительства не нравятся. Вот, но это она там, в Европе. Девушка, вы, смотри, они с одной стороны, нас будут сто лет держать в предбаннике Евросоюза. Так они открыто заявили, что они нас не собираются. Нам ясно это сказали. Без ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, вот я об этом и говорил. Так, ребята, если мы в предбаннике, что ты, девушка, из бани выбегаешь горенькая и смотришь, чем мы тут занимаемся? Ну да. Ты попала туда в душевую, вперед мойся там, что ты в предбаннике выскакиваешь. Ну да, да. Ну еще в неглиже. Ну вот получается вот таким вот образом. Я имею в виду политическое неглиже. И вот смотри, вот мы опять возвращаемся с тобой к Адаму Смиту, с которого начали. Так управляемый рынок или нет? Вот Адам Смит тогда сказал, да, может быть, я с тобой согласен. Для того времени это было так. Вот здесь я согласен. Вот с учетом вот этой ремарки, да. А реально мы видим, что он реально управляем. И нами тоже дергают и республику Молдова, вот как какую-то игрушку. Помнишь, марионетка, ей правит марионетка, а той марионеткой кукловод. Да, кукловод. Вот и все. В темных очках и не видно кто вам. И не видно кто вам. Маски. Ну вот та вот реальность. И мы живем вот в этой реальности. И, конечно же, вот мне грустно с той точки зрения, что просто народу это надоело. И у людей чемодан на этой стране. И люди уезжают. И люди уезжают. Я вот знаю, у меня есть несколько друзей. И толковые люди. Разного уровня бизнеса. Слышь, и толковые люди уезжают. Разного уровня бизнеса. И они вот встречался с одними, с другими. То есть потенциальные создатели рабочих мест. Нет, они не потенциальны. Они уже имеют рабочие места. Они имеют. То есть это уходит. Это действующее производство. То есть с ними уйдут рабочие места. Конечно же. И все хуже будет. Вот у них настроение вот такое. Они говорят, понимаешь, вот мы посмотрим вот это, кого еще изберут. Если будет то же, что и было. Я, говорит, продаю недвижимость, продаю фирму, пакую вещи. На мою жизнь я с семьей заработал. И чемодан, вокзал туда, куда мне дорога будет светить. Вот это настроение серьезных людей, которые создают рабочие места. И без которых экономика ничего не стоит. Да вообще жизнь здесь никакая невозможна будет. Самые творческие, самые предпринимчивые. И вот это. Но, к сожалению, видишь до наших политиков, судя по заявлениям того же Настаси, Санду, да, и многих других, вот эта простая вещь, что все держится на экономике, на рабочих местах, на людях. Слушай, а в чем все эти программы? Не доходит. Объясни, я никак не могу врубиться. Я не знаю. Я вот сколько слушаю. Маю, Настаси. Я лято-палято. Ребята, вы что предлагаете? Они предлагают просто поменять всех начальников. Ну хорошо, и их поставить. Да. Ой, молодцы. Да, но я не видел там предложений о привлечении инвестиций, о создании рабочих мест, о развитии экономики. И когда они говорят заведомую чушь о том, что вот если будет там коалиционное правительство, там социалистов, там, не дай бог, с демократами, демократами, и вот этот будет вектор, ну, разновекторная политика, о которой говорит президент, да? Ну правильно, нейтралитет страны, сотрудничество с Европой, с Российской Федерацией, то есть с Востоком и Западом. И с той же Америкой. Мы транзитная страна, мы выиграем от своего положения. Вот до них, вот до них элементарные вещи, это не доходит, что это жизнь людей, это рабочие места. Да их это не волнует, они власти хотят. Вот что я понял. На путире пацан, жирнующий, азиат писал. Ну вот поэтому я говорю, не грустно. Я почему тебе задал вопрос? Я думал, может, тебе как бы понятно что-то, потому что я что не читал по этим ребятам, о комовцах, я никак не могу врубиться. Чего они хотят? Вот они хотят за все хорошее против всего плохого. Очень хорошо. Ну как, чего, какими жрецлами? Ну да, да. Вот бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну здесь вот какие-то вот идеологические принципы. Ничего не понял. Там еще что-то, но это не... Идеологические принципы не кормят людей, понимаешь? От того, как мы будем называть язык, это человек сыт не будет. Сыт не будет. Вот от того, что мы будем плевать в свое прошлое, на наших дедов, на наших отцов, которые создали... Счастливее не станем. Мы не станем, которые создали эту страну. И защитили ее. Эту землю, да, защитили. Ну вот в этом году 75 лет освобождения от фашистской оккупации, да. Это действительно дата. Сколько народу полегло на войне? Вот мои деды там погибли. Ну да. Ради чего? Чтобы это... Сегодня получается... Братва дурака валяла? Сегодня получается, что мы живем хуже почти, чем в то время, понимаешь? Но тогда война была. Разруха. А сейчас мы сами за 30 лет уничтожили то, что было создано за 4-5 десятилетий вот нашими родителями, да. Ну, не мы уничтожили, а вот те бездарные правители, которые управляли этой землей. Понимаешь? Вот в чем проблема. Менять их надо. Менять. Ну вот вроде прошли выборы, а они вроде вот они опять... Ты знаешь, что я тебе скажу? Я вот как-то... Вот я всегда в передаче «Позиция», вот люди добрые знают. Я всегда... Мои дорогие соотечественники, вот я все время подчеркиваю, что люди добрые, как бы вы там не слушали всяких сирен, сладкопевцев и так далее. Не голосуйте ради Бога за болтунов, которые не знают, чего они хотят, кроме власти. Вот как-то не могу достучаться. Вот он такой-такой это демон. А тот или та ангел небесный. Мои люди добрые, это же взрослые люди. Понемногу думайте. И этот человек за свою жизнь что-то сделал. Что-то сделал. Этот человек куда-то... У него есть правильные взгляды, как создавать рабочие места, как обеспечивать социалку под это, куда надо двигаться, что дружить надо не с кем-то одним, а со всеми. И очень-очень многое другое. Что в обществе мир должен быть. А когда я вижу вот это, налитые ненавистью в глаза, с завистью, вот эта вот мечта власти, ребята, ну по их фейсам видно, ну нельзя сказать. Нет, вот идем опять, голосуем, а потом говорят, а вот, понимаете, тут ничего не меняется. Как ты голосовал, вот так ты и живешь. Так и живешь. И не плачься после этого, мил человек. И дело не в нации, потому что мы многонациональная страна. Наша нация многонациональная, многоэтническая. И это наше богатство. И не надо тут трещины. Любой, кто гавкнет, что молдаван там, или русский, или румын, или болгарин, какой-то не такой, долой поганой метлой. Мы все граждане, мы все тут, мы все в этой стране. Это наша родина мать. И любой, кто только каркнет, зачеркивает, что в политике места не было. Любой, кто не понимает, что надо развивать свою экономику, что надо беречь нашу молодежь, наши традиции, опять не проходит. Пусть он там верит, хоть Магомета, хоть в Аллаха, хоть в Христа, хоть ни в кого. Но вот это главное. Человечность, понимание, что экономика кормит, что семья в основе всего, что наша комьюнити, Магала наша, село наше, район городской наш, квартал наш, и все. Вот это наше. А все отлукаво. Нет, опять вот, выйдут пару болтунов, накалякают чего-то, нашумят, и народ идет голосом. А потом бажется, а ничего, нельзя сделать это. Как ты, вот последняя минута, что ты, извини, я вот так в ярость пришел, потому что я не ожидал, что люди вот, все-таки вот, что ты посоветовал бы нашим согражданам? Ну, нашим согражданам. Мы на этом закончим. Да, я нашим согражданам посоветовал бы, ну, во-первых, разумной позиции, у нас и программа-то называется, да, позиция. Позиция. Да, позиция, разумной позиции, с пониманием того, что ты сам хозяин на этой земле, что ты сам хозяин. И за тебя никто. Конечно, хозяин своей семьи. И за тебя никто не придет, не сделает тебе богатым, не создаст тебе рабочие места. А самое главное, если ты хочешь жить хорошо, то ты должен выбирать людей, которые будут управлять этой страной, с мозгами, патриотов этой страны, государственников, которые не ссорят людей друг с другом. Ну, вот мне очень хотелось бы, чтобы в парламенте вот эти 101 человек, которые были избраны на этих выборах, ну, чтобы там победило какое-то здравомыслие в пользу своего народа, в пользу своей страны. Большое спасибо. Большое спасибо. Дорогие соотечественники, с нами был Борис Шаповалов. И должен сказать, что мы же где-то, как бы, тут накал определенный, был страстей и прочее, потому что нельзя быть равнодушным. Вот так вот, смотрели на все такими глазами, ну, вот, понимаете, опять 25 и так далее. Всю жизнь будет опять 25, пока кто-то не скажет 26. Поэтому, опять заканчиваем тем, с чего начали. Никаких невидимых рук рынка в нашем мире не существует. Всегда где-то кто-то кем-то манипулирует, кто-то на что-то покупается. Люди, будьте бдительны, всегда думайте о том, что ваши поступки очень часто манипулируемы чужими интересами. Ваше недовольство, вашу ярость, вашу мечту всегда кто-то эксплуатирует. Будьте хозяевами своей мечты. Будьте бдительны, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин